Здорово, на связи Шамшурин и это отзыв о тренинге Спарта и в частности благодарность Антону Бридве. Значит, по порядку, давай по порядку. Не так давно, буквально несколько дней назад, закончился тренинг Спарта, который я проходил в Москве. Нас было 70 человек, не все выглядели так, как должен выглядеть в моем представлении настоящий мужчина, в том числе я, наверное. Но, как показала практика, как показал третий день, что внешность ни о чем не говорит, как говорится, что были и качки, которые слились, и были какие-то такие дрещавые парни, которые дошли до конца и меня этим очень сильно удивили. Но сейчас по факту, что я туда поперся, я хотел стать сильнее, я хотел какой-то внутренний или внешний, в данном случае был очень сильный внешний, пинок под зад, чтобы еще больше поверить в свои цели, еще больше сдвинуться с мертвой точки, в которой, как мне кажется, я какое-то последнее время находился. Вот анекдот хочется тот рассказать. Значит, смотри, прежде чем я буду рассказывать дальше, очень коротко тот анекдот, который я услышал на Спарте, что попали в ад президент, священник и тренер Спарты. И им сатана предложил последнее какое-то желание выполнить. Все сказали, можно мы позвоним на землю? Он говорит, окей, давай, президент, звони. Звонит президент, поговорил минут пять, с него взяли миллион долларов. Он говорит, почему так дорого? Вы что там, это же нереальные деньги. Ну, это же Роминг, ты звонил далеко, земля далеко находится. Окей. Позвонил священник, та же история, проговорил, там минуты три или пять с него взяли около полумиллиона долларов. Это тоже его возмутило, он говорит, это очень дорого. Типа, почему так? Ну, говорит, ну, чувак, ты звонил далеко, очень большое расстояние. И позвонил тренер Спарты, разговаривал где-то полчаса. Слышал этот анекдот, Дима? Разговаривал где-то полчаса, и с него взяли что-то рублей десять. Эти все возмущаются, почему так, как так, какого хрена? И Сатана говорит, слушайте, чуваки, ну вы тут в Роминг звонили, очень далеко, да? Этот тренер Спарта, он звонил из ада в ад напрямую, поэтому так дешево. Этот анекдот, пожалуй, он передает весь смысл того, что там происходило. Значит, второй день был самый мацким из трех, да? И действительно, наверное, если бы мне сказали, что там будет происходить, возможно, что есть 50% вероятность того, что я бы просто не пришел. Но так или иначе, я выжил. Я благодарен за это Антону, я благодарен капитанам, я благодарен всему проекту Спарта, я благодарен тем парням, которые проходили его вместе со мной. Я считаю, что это один из самых жестких тренингов. Я проходил очень много тренингов в своей жизни, но я считаю, что это один из самых, пожалуй, даже самый, ну, скорее всего, жесткий тренинг в моей жизни, который у меня был. Какие выводы я из этого вынес? Пожалуй, самый главный вывод в том, что именно там и после этого начинаю понимать, что границы на самом деле, они только в голове, и человек может намного больше, чем он о себе думает. Это, пожалуй, самый главный вывод, что когда там уже физически нет сил, не остается никаких ни физических, ни моральных, ни психологических сил, открывается какое-то второе дыхание, и несмотря на боль, на моральную, физическую, психологическую, продолжаешь идти вперед. Соответственно, по жизни нужно делать точно так же, и, ну, наверное, да, для меня это было открытием. Я удивился, что я такое могу. И за это огромное спасибо, ребят. Че еще сказать-то, Диман? Про выводы я сказал. Приходите, смотрите, пожалуйста. Да, смотрите, парни, значит, еще раз. Всем огромное спасибо, да, очень много каких-то инсайтов. Я считаю, что тренинг для настоящих мужиков, и я себе доказал какие-то свои внутренние моменты, которые мне нужно было доказать. Я однозначно рекомендую всем, но для этого нужно полностью осознанно к этому подойти. Ребят, если вы туда попадете, то обратно дороги нет. Вы, конечно, можете уйти, но это будет стрёмно. Поэтому вам придется идти до конца, и, как говорит Антон, самое сложное – это прийти на тренинг. Все остальное – расслабите булки и пройдете. Собственно, это все, что я хотел сказать. Это был шамшур на проекте «Спарта». По поводу проекта «Спарта» более подробно вы можете увидеть под этим видео. Там есть ссылка. Соответственно, переходите, смотрите, изучайте, присоединяйтесь к «Спарте», к нашей команде. Увидимся! Пока!